Медицинская помощь дважды помощь, если она скорая. Жаль только, что на дорогах общего пользования в самый ответственный момент передвигается поток машин, которые точно никуда не торопятся. В таких случаях водителю кареты скорой помощи помогает люстра с проблесковыми маячками и специальный звуковой сигнал. А если нужна дополнительная артиллерия, на помощь приезжают сотрудники ГАИ. Обычно такие коллаборации, как принято сейчас говорить, случаются не часто, но раз в квартал две службы устраивают рейд. Наша съемочная команда отправилась понаблюдать за процессом. А вы не знаете, что там случилось? Вам передают, рассказывают. Человек без сознания? Случай тяжелый. Нужно ехать быстро. Дорога почти не загружена, но машины есть. И все как по щелчку пальцев. Уступают скорой помощи. Сзади сопровождает машина ГАИ. В редких случаях принимает дополнительные меры. Пешеходы тоже молодцы. Все как один стараются ускорить шаг, не идут на зеленый свет, пропускают карету скорой помощи. Пропускали все вас? Ну, в основном, да. В основном. Кто-то все-таки не пропустил? Нет, ну, все пропустили. На перекрестке просто притормозили, убедившись, что все видят, остановились, проехали. За малым исключением есть все-таки автолюбители, которые либо невнимательные, либо забыли правила дорожного движения. Мы вам напоминаем. Пункт 26. При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители, независимо от направления их движения, должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству оперативного назначения. Однако есть и такие водители, которые сами не прочь помочь карете скорой помощи. Поехал в час пик по независимости, стояла пробка и в одну сторону, и во вторую. Я ехал по разделительной полосе, а люди, ну, две стороны пытались разъехать. Впереди меня на большом джипе человек решил помочь мне и стал тоже ехать передо мной и их расталкивать бибикать. Подобные акции показали, что столичные водители очень редко нарушают правила дорожного движения, имеется в виду с пропуском оперативных машин. Вот. И также пешеходы правильно переходят проезжую часть. Если же двигается транспорт оперативного назначения, конечно же, они ждут на тротуаре, когда проедет автомобиль скорой или автомобиль МЧС. А теперь подведем итог рейда. Ни одного нарушителя. Менчане и гости столицы. Вы достойны похвалы. Менчане молодцы. Молодцы. Призываем каждого водителя и пешехода быть внимательным и осторожным и не забывать правила дорожного движения.